Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. Здравствуйте. С начала года в столице зарегистрировано более 1400 пожаров и загораний, жертвами которых стали 23 человека. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе в неприятную ситуацию попала 6-летняя девочка. Увидев в окне бабушку, она захотела ей помахать и высунула руку в открытое на проветривание окно. Однако рука застряла в стеклопакете. Да так, что без помощи спасателей не обошлось. Уважаемые родители, именно вы ответственны за жизнь и здоровье своих детей. Соблюдайте простые меры предосторожности и учите этому детей. В выходные горела квартира на улице Казинца. Незадолго до этого сын хозяйки проводил покрасочные работы, а после решил помыть руки на кухне ацетоном. В этот момент мать зажгла плиту. Пары ацетонов вспыхнули, в результате чего загорелась обшивка потолка. Жильцы тут же покинули квартиру. Теперь им придется делать ремонт заново. Будьте осторожны при использовании легковоспламеняющихся жидкостей. Не используйте их вблизи открытого огня. Минск чрезвычайный. А в начале недели вспыхнула одна из столичных квартир на улице Крупской. В этом случае причиной пожара, вероятнее всего, стала неосторожность 49-летнего хозяина при курении. Причем мужчина был не трезв. Его прибывшие бойцы МЧС обнаружили в коридоре, а его 87-летнюю мать, родственники проживают вместе, спящей в соседней комнате. Их вывели на свежий воздух. Помощь медиков им не потребовалась. Вчера днем изгоревшей квартиры на улице Неманской работники МЧС спасли 34-летнего мужчину. С отравлением продуктами горения, термоинкальционной травмой и бессознательном состоянии он был передан медикам. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим. За последнюю неделю в столице утонули 3 человека. Двое с вислочей и еще один в бассейне одной саун города. Всего же в этом году при купании в республике утонули уже 62 человека. Из них 5 несовершеннолетних. Соблюдайте правила безопасности на воде. И слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин